Прощай, Россия! Очаг опасности окружили металлическими ограждениями. Здание-памятник со статусом объект культурного наследия муниципального значения загорелось в ночь с 3 на 4 ноября. Пламя охватило кровлю. Пожарным пришлось на протяжении нескольких часов проливать его водой, и это накануне приближающихся морозов. Обычно степень выживаемости строений после холодного душа крайне низкая. Судя по состоянию внутри, оно еще каким-то чудом не рухнуло. Видимо, стены удерживают железные лестницы между этажами. Запах гари чувствуется еще издалека. Гостиница «Россия» вновь напоминает о себе. К сожалению, повод не самый хороший. Пожар. Говорят, что после него доступ сюда ограничен. Но, как видите, это далеко не так. И, к сожалению, у многих саратовцев это здание ассоциируется не с памятником архитектуры, а с тем, что здесь работал знаменитый ларек, где можно было купить все необходимое в любое время дня и ночи. Вот этот круглосуточный магазин, разумеется, уже бывший. Надпись в окошке вгонит в депрессию любого постоянного посетителя. Теперь он снова закрыт и, по всей видимости, надолго. Одна из прохожих – Татьяна Ильинична. Ей тоже не безразлична судьба здания бывшей гостиницы. Она раньше сама работала в этом магазине. Я с 2000-х, до 2008-х год здесь работала. Было все нормально. А до этого, в 90-е годы, все, борьба здесь велась. За это здание, за разные магазины, с оружием люди стояли. Ну, мы давно уже здесь не живем. Просто вот ностальгия. Понимаете? Вы работали в магазине? Педагог, да, педагог. Но охотнил в свое время пенсии по социальной, маленькой, и дорабатывала, чтобы ветеранский заработал здесь. Ну, здесь было все нормально. Но пожар все равно здесь как-то был. Надзор за состоянием объекта лежит на городском комитете по архитектуре, вход в который сейчас скрыт занавесом при проведении работ на фасаде здания. Гостиница «Россия» красуется в центре стены кабинета Анастасии Пузановой, главы ведомства. С одной стороны, о судьбе объекта она рассуждает с точки зрения законодательства, с другой – суровая реальность в виде собственников здания. Согласно 73-му федеральному закону, дальнейшая судьба этого здания – это воссоздание, его восстановление. То есть мы по-другому не можем поступить с объектом культурного наследия. Фирма и каркас, который делает сейчас заключение, будут даны рекомендации по поводу аварийности данных конструкций. Собственников на самом деле разные отношения к этому зданию. Как было до пожара, так, собственно говоря, и после пожара. То есть есть собственники, которые действительно активно принимали участие в жизни данного здания. Это собственники, которым принадлежит большая площадь помещений. Они проводили противоварийные уже работы. То есть мы выдали им в том году задание всем практически собственникам на проведение мероприятия по разработке научно-проектной документации. И, в принципе, большая часть собственников они как раз таки планировали и были заинтересованы в создании данного здания. Были, конечно, собственники, которые, ну, скажем так, безучастно относились к данной истории. Есть у нас там собственники, которые находятся в стадии банкротства сейчас, в настоящее время. Поэтому разные. Собственников много. Три юридических лица, 13 физических лиц. Сейчас создана рабочая группа по судьбе бывшей гостиницы. Все ждут заключения экспертиз о причинах пожара и о текущем состоянии здания. Как говорят в Управлении по охране объектов культурного наследия, относительно недавно на собственников сгоревшего памятника были наложены штрафы по двум административным статьям, где суммы на физических лиц составляют до 15, а для юридических – до 200 тысяч рублей. Накануне пожара часть собственников изъявила желание заняться реставрацией, но на пути встал огонь. Теперь опять нужно думать о том, как защитить прохожих от останков России. Дождемся результатов обследования и будем принимать уже поэтапное решение, что делать, начиная с усиления, с разборки каких-то конструкций, чтобы обеспечить безопасное функционирование пешеходной зоны в первую очередь. И, соответственно, остальные работы уже по проектированию. Сейчас речь может идти только о том, какой объем аутентичного материала в этом здании будет сохранен, а какой будет восстановлен или воссоздан уже из современных материалов. Потому что мы понимаем, что объективное здание давно уже подвергалось воздействию физического разрушения, и последний пожар тоже не добавил ничего лучшего. Поэтому, безусловно, мы понимаем, что часть объекта нужно будет разобрать. Вот какую часть разобрать, какую оставить, или в каком объеме, это уже будет решаться в рамках изучения объекта и дальнейшего проектирования по его реставрации. То, что касается собственников объекта, значит, не так давно мы проводили уже проверку в отношении них. Там лица были привлечены к административной ответственности. Но в связи вот с этими событиями, сейчас еще раз говорю, вот рабочей группой мы поработаем, посмотрим, какие результаты. Если здесь есть, скажем так, умышленный поджог, мы увидим это из заключения, то, соответственно, мы с вами понимаем, да, не обеспечение сохранности объекта и приведение бездействием собственников нанесения вреда этому объекту, это тоже влечет ответственность. Соответственно, обращения будут направлены в правоохранительные органы для проведения их мероприятий. Среди собственников помещений в бывшей гостинице Сергей Коновалов. Он одним из первых решил начать реставрировать здание еще до пожара. Но единомышленников особо не нашел. Тем не менее, он все же решил пережить огонь и воду. Останавливать, что нам еще другого варианта-то нет. То есть продолжать себя, пытаться реставрировать здание? Да, да, восстановить его, сохранить ему ценность его историческую. Вы считаете, это вообще реально вам одному? Одному не реально. Это надо как-то с остальными собственниками решать этот вопрос. Общались с кем-то из них? Какая их позиция? Я и еще два человека будут готовы участвовать. А вот с остальными будет, наверное, проблемка, потому что они даже на собрании не являются. Как вы предполагаете, что могло послужить причиной того, что произошло вот этой ночью? Ну, я предполагаю, что это поджог. Ну, потому что там, по сути, другого варианта-то быть не может. Но это просто присоединение, что там нету никаких коммуникаций. Для чего он мог сделать поджог? Что вы, целью? Ну, чтобы продали свои, наверное, площади, а? Возможно, кто-то заинтересован в покупке. По его оценке, до случившегося можно было уложиться примерно в 100 миллионов рублей. Пожар же нагрел эту сумму до увеличения в 6 раз. Уже сейчас здания окружили бетонные блоки, как единственная мера обезопасить прохожих. К этому способу городские власти в случае с этим зданием уже прибегали. И оно долгое время стояло среди бетонных истуканов в ожидании реставрации. Сейчас все вернулось на круги своя, но на неопределенный срок. Ведь процесс реставрации в данном случае, скорее всего, дело бессрочное.